так вот доброго дня валерий константинович спасибо вывод сам сказали чтобы я написал свой вопрос про мульчу здесь на посе чтобы могли прислать разную информацию сюда наверное фото и видео спасибо внимание а если мы чирать почву чтобы потом не поливать плодовой культурой там же под мульчей влага будет микроорганизм будет развивать раздражаться которые кожут плодовое дерево верно я понял есть такая определенного склада ума вот как это товарищ да вы тоже к нам присоединился попробую по отца по разъяснить толком а как я могу разъяснить вода мы состоим из воды деревья состоят из воды черви которые тоже состоят из воды и без воды не могут и лишняя вода они сразу погибают кто не успел спастись на сарае залазят как когда наводнение так вот без полива все-таки не обойтись но это деревья которые молодые к осени может вырасти по колено по пояс бывает двухметровый вот дикая засуха даже видно как они мучаются какой-то скукоживаться листья вот они все равно испарять лагу по неволе ну так вот этому человеку данном случае это один из десятков вопросов везде у него очень хотелось чтобы ничего не то что ничего не делать поменьше работы и и он уже так ну вот мульча нет но все-таки мульча там благо будет микроорганизм будет развиваться размножаться которая кормят ну поверьте без воды ни туда ни сюда вот я хотел вам ответить и отвечаю шире шире смотрите внимательно дело в том что этот я все еще не мог успокоиться не могу это дебильные учебники видеть которым тысячи наименований и заставляет учить представляете там было такое я потом как найду покажу вопрос задается там что типа лекция потом вопрос вопрос такой почему ребенок утром и матери кричать не может я и так и так уже знаете учебники верх ногами может думать что я сошел с ума или тот кто вот здесь вот написал что ли почему ребенок утром и матери не кричит вот тут уже ничего еще на это придумать так чтобы это самое заработать серебряный круговорот воды в природе почему нам нужно это благодаря вам уважаемый коллега там у вас только этот есть ну там был телефон а потом канал перейти вопрос ко мне на почту и я уже забыл написать ваш фамилию а может что не надо писать вот так вот мы задали вопрос я беру шире и так учебник вот это круговорот воды приводит вспоминайте друзья вы все в школе проходили я не помню по географии или по химии по физике или по биологии но круговорот проходили и меня вот это зло берет если бы из детей бы сразу научили не вот это дебильной схеме а настоящий это но есть люди но не недоделанная как специалисты он может нормальный мужик семьянин там это может футбол любит играть шахматы может быть мастером спорта по шахматам то есть иметь развитые мозги а мозгов не хватает дать почему вот когда изображать такую схему а это не одна я вам порой вебинаров 100 назад я вам показывал на другую а этот раз это подвернул посмотрите все правильно дождь просачивается под землю под земные потоки видите попадает в океан в облако опять облако сюда слева направо и опять чего не хватает ну я бы мог устроить типа экзамен а давайте на следующем вебинаре вы мне скажете в вопросах ответах чего не хватает а еще сразу скажу не хватает важнейшей составляющей каждое дерево это насос где деревья где вот тут вот нарисованы деревья пусть хотя бы десяток и от них вот такие же стрелки вот как тут испарение они переводят влагу из почвы в небо подать часть дождей потом сюда же возвращается они снова туда опять назад туда ну и плюс вот этот круговоротом законены так и есть потому что обычно с логического океана идет к нам идет 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 через все это как называется среднерусская равнину прошло перевалило через уральские горы потом попадает на западную сибирскую нижность и дальше пошло и все это дожди 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 но есть еще и вот так вот вот здесь это надо было почему вы думаете воздух сотрясаю каждый ребенок должен знать каждое растение и особенно те которые захватили практически все это тайга это это эти самые огромное растение миллионы гектаров они являются регуляторами они как раз это благодарим уходит влага в атмосферу и уходит оттуда а когда их нет вы догадались чем я клоню сейчас когда климат расшатали только керчьи утонула а перед этим вспомните иркутская область к это трупом по городам трупы плавали трупы неприятно говорить если кто-то сможет смотреть с этого города уж не называю какой именно а потом когда это все прекращается мире там одни пни вместо леса все это прекращается так а потом наоборот все и вот сейчас какой-то город миллионник сейчас задымлён сейчас помню какой или в забайкалье забайкаль город миллионник то есть представляете как там жить в этом дыму и и однажды это случится так что так сегодня попадет дико 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 жара а потом пожар вселенский и вся тайга сибирская будет гореть вот до чего довели а ведь и гореть так что задымятся все города миллионники сибири урала я про европу поздно говорит там давно железо здесь только начали уничтожать еще не весь уничтожили когда это случится будут миллионы эмигрантов и куда они все когда на сотнях тысяч километров дышать будет нечем и общаться сказал запасать противогазов и по моему с тех пор как уничтожили гражданскую оборону сейчас где-то сгнили где-то сгнили эти противогазы которые были они же резиновые долго не держат не стойки делали видимо экономили резины не вулканизированы я хранил противогаз пока она на кусочки не развалилась резина вот ашина тоже не спастись и вот что получается если мы еще будем жить через 10-20-30 лет вот это будет школе биологии почему да чтобы дети выросли и чтобы им голову не пришло для одно дерево что каждый день считалось бесценным хотя можно и любой из нас по дереву срубит природа может этого не заметит это не вот эти массовые рубки когда гигантские площади все до последнего дерева под якобы санитарной вырубками что уничтожает вот это обязательно должно быть школьном учебнике и вот здесь вот стрелочки стрелочки каждое дерево насос и каждое дерево это испарительная площадь у нее листьев огромная я читал один единственный раз это не в школьном учебнике а где-то в какой-то статье взросло дерево испаляет за сутки 100 150 литров воды но теперь умножьте на миллионы на миллиарды сколько это будет море будет а потом в одном месте трупы плывут потому что как города превращается в озера и реки в другом месте от засухи миллионы гектаров горят